Всем привет, с вами Руслан. Сегодня очередной подгон с полигона ТБО. У меня вот здесь целый пакет. Сейчас мы это все дело разберем, посмотрим. Есть две стороны, левая и правая. На право ложим то, что еще что-то более-менее рентабельно. Можно это сделать, продать, как-то заработаем. Налево кидаем то, что нам уже неинтересно. Весь шлак. Такого довольно много. Сейчас цены на ремонт такие, на запчасти вообще, что много чего уже просто невыгодно ремонтировать. Поэтому делаем вот эти манипуляции. Направо ремонтопригодные, налево шлак. Ну и естественно кучка налево у нас будет намного больше, чем кучка направо. Сейчас перемещаемся, наверное, за стол, чтобы поближе как бы смотреть на это все дело. Отсортируем, что нужно, что не нужно. А потом уже будем проверять на лабораторнике, подключать питание, что работает, что не работает. Проверим, короче, что вообще есть смысл делать, что нет смысла делать. Ну, как-то вот так поехали за стол. Итак, ребята, мы на рабочем столе. Давайте приступим. Ничего специально не сортировал, не убирал, ничего. Вот прям кучу накидал на соседний стол. И сейчас с этой кучей просто будем брать и смотреть. Прямо сверху нас встречает легендарный, легендарнейший Nokia N95. Bluetooth, естественно, это китайская копия. И вообще оно, честно сказать, не похоже. Естественно, этот телефон идет в шлаг. Делать его, во-первых, нет смысла, во-вторых, делать его просто не из чего. Это китайское говнище. Оно улетает у нас налево. Следующее, что я вижу на столе, также лежит сверху, это телефон фирмы Land Rover. Land Rover, наверное, в шоке, буду такая, узнаю, что делают телефоны. Но, тем не менее, это китайское какое-то, опять же, говно на две сим-карты. Моделька A1. У него отсутствует задняя крышка. Видим, что она здесь была как-то вот так на болтах. Нет аккумулятора, естественно. И я сомневаюсь, что где-то я смогу купить на него заднюю крышку с аккумулятором. Поэтому данный телефон также уходит в сторону. Но, ребята, кому что надо, пишите. Ну, кто-то что-то, если что-то увидел, там, надо запчасти, там, от кого-то телефона, пишите это в комментарии. Пожалуйста, там все, всем отвечу. Кому надо, чего отправлю, договоримся, как бы не проблема. Следующее, сверху лежит телефон фирмы LG. Вот такой вот потрепанный вид. Отсутствует аккумулятор. Ну, аккумулятор тут, в принципе, не проблема. Но я вот через стеклышко наблюдаю, что у нас разбит дисплей. Естественно, естественно, дисплей на этот телефон мы уже нигде, нигде не купим. Этот телефон также уходит налево. Ну, не в смысле налево, в смысле в левую сторону кучи шлака. Следующее, что я вижу, это у нас Sony Ericsson Z550i. Довольно интересный аппарат был в свое время, довольно популярный. У нас здесь полный комплект. Это аккумулятор, задняя крышка, все есть. Маленько люфтит корпус, но это распадушка, для нее это свойственно. Данный телефон поддерживал карту памяти у нас. Вот здесь она Memory Stick M2, какая-то там, по-моему, мини или что. Не помню, честно говоря. Не закрывается задняя крышка, аккумулятор слегка подвздулся. Не знаю, его, наверное, оставлять тоже смысла нет. Но замену аккумулятора делать, а аккумулятор на данный телефон уже, к сожалению, не купить. Ну, если только у братьев-китайцев на Алиэкспресс какие-то запасы остались. Ну, вполне возможно, кстати. Следующее, давайте посмотрим, прям кучка сверху лежит у нас какие-то аккумуляторы. Это у нас Алькотель. Кривая вся, косая. Вот так выглядит. Это, естественно, мусор. Следующий аккумулятор от телефона Теле2. Маленько окислились контакты, слегка подвздулась. Я пока отложу. У меня есть в разборах рабочий телефон Теле2, у которого нет аккумуляторов. Возможно, он туда подойдет. Ну и легендарная батарейка от Nokia. Nokia BL5CT. Это у нас сенсорного С3. Ну, наподобие такие телефоны были. Ее, кстати говоря, я оставлю, если она рабочая. Она мне, в принципе, пригодится. Далее встречает нас кабель мини-USB. Кстати, сказать, целый. Он, естественно, тоже вправо идет. Он не продастся, но он мне нужен лично. Потому что мини-USB кабеля у нас сейчас становятся редкостью. Уже вышли с обороты эти разъемы. Но некоторые устройства все-таки на них поступают еще. Вот такой вот бедолага. Это Dexp E8. Вроде бы целый, но нет аккумулятора. Опять же, нет задней крышки. И через стекло я наблюдаю здесь трещину в нижней части экрана. Так что телефон, опять же, уходит налево. Смотрите, получается, направо у нас ничего толком еще не ушло. Но еще не вечер. Далее, вот такая вот бомбилка-звонилка. Также от firmy Dexp. У нас есть аккумулятор. Моделька у нас M2. Аккумулятор довольно увесистый. Проблема в том, что задняя крышка у нас здесь сломана. Через стекло я не вижу трещин. Возможно, возможно, дисплей целый. Я его отправляю направо. Даже если он работает, продать его, конечно, не получится в таком состоянии. Но оставить чисто для себя, чтобы вставить в него рабочую сим-карту, вполне подойдет. Вот такой бедолага. Сразу видно, что он с помойки. Естественно, а потом руки обработаем хлоркой. Никак по-другому. Хлорка наша, все. Ребят, я даже не знаю, как его открыть. Прям сейчас я боюсь, что с него тараканы посыпятся. Давайте не будем его открывать. Он по-любому мертвый. Даже если там все целое, он внутри прогнил уже от влаги. Просто уберем его в сторонку и от греха подальше, чтобы ничем от него не заразиться. И возьмем следующий аппарат. А это у нас вот такой легендарный Samsung. Модель у нас здесь X630. Вот видно. Целая камера. К сожалению, отсутствует аккумулятор. Аккумулятор, я так понимаю, здесь был обычный. Но тут еще должна быть крышка корпуса. С виду целый аппарат. Здесь еще старый разъем, но разъему конец. Разъем видно внутри. Там уже все, контакты вырваны. Так что он также идет налево. Следующий аккумулятор кодек. Не знаю, с кода фотоаппарата по ходу дела. Ну, явно не с принтера. Ставим аккумулятор от кодека. Возможно, под какую-то китайскую технику он подойдет. Но не факт. И возьмем первый аппарат, который возможно, возможно, удостоится у нас правой стороны. Возможно. Но это не точно. Я не пойму, что за фирма. Нет, пойму. Это Motorola. Вот значок Motorola. Это со свежих Motorola. Моделька у нас вот такая. На 8 гигабайт. Разбит дисплей в хлам. Дисплей идет модулем с текст-скрином. Крышка задняя более-менее целая. Единственное, помыть. Телефон с виду весь целый. Разъем целый. Его, конечно, вправо. Если стоимость дисплея на данный телефон будет довольно невелика, возможно, купить данный дисплей и поменять его. Телефон, естественно, придет на продажу. И какую-то копейку мы с этого заработаем. А пока нас встречает вот такой HTC HTC. Жалко, компания загнулась. Хорошие были телефоны. Но я вижу, что по этой наклеечке это у нас какое-то китайское подобие. Во-первых, вот эта гарантийная наклейка выдает. И вот эта наклейка также выдает. Аккумулятор без маркировок. Тачскрин разбитый. Довольно топорно сделанный телефон. У него вот эта рамка алюминиевая на какой-то хрен. Ну, как показывает практика, китайцы делали это чисто для того, чтобы утяжелить телефон. Так как внутри там ничего нет. Естественно, он у нас никуда не идет. Выкидываем его в левую сторону. И берем следующий аппарат. Вот такой многострадальный. Престижа. Престижа. Престигио. Престиж. Как его только не называют. Клиенты, когда приносит на ремонт. Ну, фирма, честно сказать, не очень. Он у нас, как турецкая сабля гнутый. Все разбито. Нет аккумулятора. С него что-то сыпется. Ребят, давайте его просто положим в сторонку. И возьмем следующий аппарат, которым, кстати, будет МТС. Смарт-лайн. Вообще, МТС никогда телефоны не делали. Ни МТС, ни Мегафон, ни Теледва никогда телефоны не делали. Они делали только софт. Заказывали где-то вот эту вот болванку без прошивки. Заливали туда свою прошивку. И получались типа их телефоны. И, как показывает практика, обычно получалось все не очень. В данном случае у нас разбит тач. Целый дисплей я вижу под тачом. Нету задней крышки. Нет аккумулятора. И, в целом, телефона у нас такого больше нет. Это все пойдет у меня в разбор. В разбор. В разборе он проваляется какое-то время. Потом я разберу это на платы. Поеду это все сдам. Ну, короче, круговорот телефонов в природе. Потом их переплавят, сделают новые телефоны. С этих драгметаллов, которые там, ну, не знаю, либо кольца там. Ну, короче, вот так вот все это происходит. Следующий Duos. Samsung. Вообще, вот, честно сказать, вот, есть в продаже и крышка, и тач, есть все. Ну, вот это вот, вот эти Duos. Это Star Advance, там Star Plus. Вот это вот тоже какой-то Star. Я даже, вот, не знаю, S7262. У меня даже есть по-любому на это все крышка, батарейка. Ну, это такой деревянный аппарат, ребят. Что, вот, нет желания его даже ремонтировать. Ну, не знаю, оставлю, оставлю. Если у меня это все есть, я свои запчасти воткну, то есть, не затрачу никаких денег, я его соберу. Чисто символически за тысячу я его продам, дай бог, чтобы, ну, кому-то просто была звонилка. Более ничего с него не потребуется. Он не может ничего. Там даже 3G нету. Это телефон, из которых вырезали 3G, чтобы они были дешевле. Ну, Samsung. Samsung делали вещи. Абая. Видим, что. BQ, Strike, Selfie. Почему Selfie? Потому что есть камера спереди, вот такая, посередине. Типа прям Selfie. Ну, прям по глазку я вижу, что камера там довольно не очень. Что с него может выйти с этого телефона? Если плата запускается, ремонтировать его, естественно, бесполезно. Если плата у него запускается, на Авито эти платы покупают рублей по 500. 500 рублей с этого телефона, в принципе, поиметь будет неплохо. Но, если он запускается. Хаба. Еще одна у нас легенда. Это Nokia. Модель, не помню. Этих Nokia было прям до хрена разных моделей. Аккумулятор у нас уже там вкипел. Не вытаскивается. А, он приклеенный. Ё-моё. Вот это я туплю вообще. Вы хоть в комментарии пишите, что я туплю, когда я что. Я хоть почитаю, будет интересно мне. Лично мне будет интересно. Не вам, а мне. Мне пишите комментарии, я почитаю. А, модель 12.00. Довольно интересный аппарат. Был в свое время. Помню, я только начинал ремонтировать телефоны. Мне вот этого товарища притащили. Такого же. На разблокировку поставили пароль. И все. Я перепробовал все методы. Ну, может быть, я был на то время еще, ну, деревянный. Программаторов никаких не было еще даже. Они, может быть, и были. Я о них не знал просто элементарно. Я не смог его разблокировать. Это защита, прям защита. То есть, телефон деревянный, заблокировал все. В него ты не попадешь. Это вам не Android там какой-нибудь заблокировал. FRP снял потом все и пользуйся дальше. Тут все. Ты закинул в него пароль и просто тупо выбросил телефон после этого. Что-то я разошелся, да? Следующий Nokia. Опять Nokia. Моделька у нас. А, это 105-я. Легендарная 105-я. Блин, жалко. Она разбитая. Я бы себе в коллекцию его, честно сказать, оставил. Блин. Но вот я люблю вот эти старые аппараты. Вот у меня край глаза косится, короче, на другую Nokia. Вот она рядом лежит. Это тоже у нас легендарный аппарат. Это у нас Nokia 1101. Он по-любому рабочий. Вот 100%. Тут нечему ломаться. Они вот эти телефоны, они вечные. Я сейчас не удивлюсь, что это включится еще. Так, тут push у нас это снимается. Корпус. Давайте попробуем запустить. А, ну просто, скорее всего, аккумулятор севший. Вот 100%. Я его, конечно, оставляю в коллекцию. Не продать, ничего. Чисто для себя. Убираю. Вот эти телефоны, они вечные. И, как ни странно, следующее тоже Nokia. Nokia, моделька у нас 1616 в дроби 2. Это у нас, если я не ошибаюсь, цветная модель должна быть. Также у нас просто отсутствует аккумулятор. Все целое. Разъем под сим-карту целый. Контакты батареи целые. Просто нет аккумулятора. Какие-то пятнышки на экране. Но я думаю, это чисто грязь. Пока оставлю. Вот если он заработает, его можно продать. Прям честно говорю, его можно продать. Его купят. Его купят, пусть за 100, за 200 рублей. Ну, образно, да? Ну, в любом случае, рублей 300, не меньше. Его купят, и им будут пользоваться дальше. Он будет работать. В отличие от LG. Да, вот так печально. LG. Моделька у нас. GB110. Это у нас FM-радио. Они раньше вот так писали везде, где у них FM-радио есть. А это было диковинка, ни хрена себе. FM-радио. Конечно, наушники у нас были здесь свои. Я вижу от него заднюю крышку. Прям на столе лежит у меня на соседнем. Есть задняя крышка. Знаете, что печально? Как бы он, даже если сейчас работает, я найду на него аккумулятор. У меня он по-любому есть где-то в закромах. На него хрен купишь зарядник. Честно, вот, нет зарядника в продаже. Возможно, у меня где-то в закромах есть. Я его оставлю. Если он включится, выставлю на продажу. Но с условием, если я найду на него зарядник. Потому что тот, кто его купит, зарядник просто нигде не возьмет на него. Ну, так печально. И следующий аппарат у нас. Alcatel One Touch. Что тут Touch? Я не знаю. Кнопки Touch? Ну, Touch-то Touch еще. Давайте откроем, посмотрим. У нас даже аккумулятор есть. Правда, вздутый. И, смотрите, две сим-карты вот в этой малышке. Те года, те года, это было редкость, чтобы было две сим-карты в таких аппаратах. Прям, ну, только китайцы, наверное, делали. Здесь у вас, о чем я и говорил, мини-USB, который попадается. Смотри, нераспаянный слот под карту памяти. То есть здесь, возможно, есть модель с картой памяти. Он просто нераспаян. Его не выпаяли. Он нераспаян. Даже ничем не прикрыли. Это была карта памяти по-любому. Кто-то плавил здесь антенну. Не знаю, для чего. Его давайте оставим. Аккумулятор у меня такой есть. Мини-USB кабель мы уже нашли. Ну, а вдруг? И вот это тоже вечный аппарат. Вот эти старые самсунги. Я, блин, не помню, как он открывается даже, прикиньте. Вот эти старые самсунги. Это кто у нас? Вот это GT1200M. Они вечные. Это еще до дуосов. Это вот с одной сим-картой. Они вечные. На них все еще продаются зарядники. Я вам больше скажу. У меня вот на столе соседнем лежит зарядник Samsung. Он, к сожалению, без штекера самого. Но вот это вот был от него зарядник. Давайте сразу выбросим на пол. Он уже не мешался на хренах. Этот телефон 100% работает. Мы его ложим в кучку с рабочими телефонами. После этого мы его реанимируем и впарим. И, блин, слышали, что такое? Показалось, что она алюминиевая, но она пластиковая. Это вообще... Это, блин, я давно таких не видел. Я понимаю, да, ну подделывали вы айфоны, там, да, подделывали, там, пятерки, там, четверки подделывали, айфоны, шестерки. Не помню, честно. Не помню. Ну, может, это на Алиэкспресс продавались, конечно, копии шестерок. Ну, не суть. Помню, да, вот, вот эти N95, там, серию подделывали. Это, ну, дорогие телефоны были. Нахрена вот это подделывать? Это Nokia X6 китайская. Зачем подделывать? Довольно дешевая пара... Ну, да, он там стоил, конечно, по нашим сейчас меркам-то не дешево. Ну, относительно того же самого N95, он был дешевый. И зачем подделывать? Вот эти вот телефоны, я не представляю. Это вот, вот, 5800, там еще подделывали. Вот, я понимаю, 8800 подделать. Там, да, там, был резон, их делали, там, хороший телефон. Я хочу обзор снять, там, кому интересно, ставьте лайки, конечно, обзор я сниму в любом случае. Ну, вы лайки ставьте, ему будет чисто приятно. Я его чисто по приколу сейчас оставлю. По приколу чисто аккумулятор. Здесь стандартный Nokia. Я его потом оботкну. Меня напрягает, что он маленько гнутый. Ну, не страшно. Чисто по приколу проверить, работает ли он или нет вообще. Вот такой вот аппарат у нас. Это Philips. Вообще, люблю Philips. Philips и люблю. У меня был Ксению в школе. Хороший, такой, кнопочный. Месяц не садился. Ну, такой аккумулятор был прям, ну, честно говорю. Месяц держал зарядку. Играя, слушая музыку. Он уже поддерживал mp3, bluetooth. Такой у него был цветной экран. Ну, он в таких черно-белых тонах, в оформлении было. И за счет этого у него аккумулятор держал очень долго. То есть, не садился он, вот, и цвета, все. Жалко, я его, короче, кинул на пол. И у него треснул процесс. Прям вот процесс треснул пополам. И, естественно, телефончик у меня погиб. Вот этот Philips. У него плата вот только вот здесь. То есть, загнут он вот по эти ребра. Аккумулятор у нас дохлый, по-любому. Плата, возможно, живая. Кнопка нажимается, включение, да, тут нажимается. Если плата у него живая, его так же, как и BQ, можно продать на Авито, на плату. Потому что, бывает, люди, кому надо чисто плату, не хотят ремонтировать плату. И, ну, выкупают просто донора. Потом просто ставят свои, все запчасти на этого донора. И вот следующий аппарат под руку попадается. Кажется, мне он где-то уже был в сервисе. Сенсор не работает. Ну, естественно, не работает. Ну, разбитый, ёпта. Как он будет работать? Давайте вскроем. Это Fly. Ребят, Fly. Waterfly. Fly. IQ 403. Quad. Что-то мне подсказывает, это четырехъядерный телефон, да. Ну, 8 оператива, уходил сказать, пусть какие-то, 8 встроенные, 5 мегапикселей камера. Ну, относительно ровный, относительно, да. Аккумулятор чуть погнутый, но не страшно. Есть, есть вариант загуглить запчасти, сколько стоит, и поменять дисплей. Ну, если он, конечно, стоит адекватных денег, потому что бывает, что стоят неадекватных денег. У нас так, в разброс, да, там сенсорный, кнопочный. Там под конец у меня, конечно, лежит такое себе чудо. Потом покажу, да, под конец уже. Ну, естественно, оставайтесь, посматривайте. Это у нас LG. О чём я говорил, да, FM-радио. Здесь у нас одна сим-карта. Опять же, опять же, свой разъём. А, нет, ни хрена себе, смотрите, микро. Микро. А куда наушники вставлять, в микро, что ли? Итишкин корень. То есть, они в микро впихнули наушники, смотрите, да, в наушники, в микро пихнули. Это где потом такие наушники брать, мне интересно. Ты, то есть, купил телефон, у него по-любому в комплекте были какие-то беспонтовые уши. Они у тебя порвались через неделю. И ты, где ты возьмёшь такие наушники вот в то время? Это сейчас можно там, да, заколхозить, либо купить переходник. На то время переходников не было. Блин. Ну, если, конечно, и не ложили его в комплекте, в чём я дико сомневаюсь вообще. Давайте его в левую кучку выбросим. О, мне не интересен. Интересен мне вот такой микро макс. Микро макс. Судя по весу, вот тут вот, смотрите, такая вот херня. Это нет, это не крышку снимать. Это там динамик у нас. А крышку снимать вот здесь. И кто-то вот уже, видите, ковырял, и оно выгнуто. Кто-то пытался. Особо здесь тоже не откроешь, так легко. Аккумулятор нормальный, вполне не вздутый. Моделька у нас А61 на две сим-карты. Здесь, скорее всего, какой-нибудь Android 4. Разбит тач, если на Алиэкспрессе, опять же, да, не у нас в магазинах. Если на Алиэкспрессе тач есть в продаже рублей за, ну, пусть до 500 рублей, да, не жалко. Чисто вот ради интереса его собрать, не жалко 500 рублей. Если есть тач в продаже до 500 рублей, то можно сделать. Я его пока отложу. И вот такая вот немощная трубка. У нее разбит задний дисплей. Это, опять же, LG. Разбит передний дисплей. Прям шарниру там уже вообще хана. Аккумулятора нема. FM. Кнопка радио, да? Наушники. Ух ты, как я давно этого не видел. Где мой пинцет? Где мой пинцет? Знаете, что это? У-у-у, сохло. Ее никто никогда не открывал. По-любому. Это 2.5 джек. Кто помнит на Nokia, на старых, до 3.5 джека был 2.5 джек. Вот тут такой же джек. Но с такой вот херней ходить. Не знаю, для чего тут вспышка. Вот эта камера, что ли? Если вот эта камера, то я балерина. Ну, честно, вспышка есть, а камера-то где? Вот это что? Ну, это смешно, ребят. Убираем в сторону. Это нам абсолютно неинтересно. Далее у нас аккумулятор. Вильсмарт. Это от какого-то китайца. От какого-то китайца, слушайте. Не от этого ли? Не, не от этого явно. От какого-то китайца, не знаю. Этого китайца я на столе у себя не наблюдаю. Так что убираем в сторону. Ну, хотя-хотя, хороший аккумулятор. Давайте положим направо. О, нифига, нашел от нуки. И крышку. Вот от этой. Ну, ничего не меняет. Там разбит дисплей. Аккумулятор Kuma. Kuma это у нас сейчас EB4L. Но это нокиевский аккумулятор. Давайте в сторонку положим. Уже скоро конец. Здесь у нас новый кабель mini USB. Dhingo. Ну, Dhingo у нас сразу на распайку. Там разбит дисплей. Не будем на него даже смотреть. Уже видосы так затянулся. Уже почти полчаса пишу. Ё-моё. Micromax. Micromax с виду целый. Какой там у нас аккумулятор, интересно. Дайте откроем, посмотрим. Как ты открываешься? Господи. Нету. Нету технологической расщелины. Опа. Блин. Ну, что за аккумулятор такой интересный? Нокиевский не подойдет, по-моему. Но, тем не менее, оставим. Что-нибудь придумаем. С виду целый. Его крышка упала. С виду целый. Вот гвоздь нашей программы. Это планшет Dexp. Естественно, он весь ушатанный. Вообще, в щи просто. Платы и дисплей, и тачбоковых кнопок здесь нет. Но, вот у этих планшетов платы у этих товарищей у всех одинаковые. Пусть он будет на 8 гигабайт с 3G. Но, если у него рабочая плата, у меня есть корпус, у меня есть дисплей, у меня есть тач. То есть, ну, у меня все есть для этого дела, чтобы его чисто сделать. Следующий товарищ. Вот такой вот Wi-Fi. Не знаю, рабочий, не рабочий. Я, честно сказать, вообще-то не включал его. Наверное, завтра с собой на работу заберу. Там мне скучно будет. Я его там подключу. Kinetic 4G. Почему 4G? Где? А, нифига, смотрите. Здесь есть под модем. Я и думал, почему 4G? Он прям со своим, а может, не со своим, блоком питания. 12 вольт, 1 ампер. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим. О, не написано. Здесь что написано? А, ну да, 12 вольт. Это от него блок питания, родной. Прямо так целиком пронесли. Если работает, возможно продать рублей за 300 на Авито. Не более того. Ну и, ребятушки, завершаем. Почти 30 минут пишем. Это вот такая вот шиняга. От нее был аккумулятор. Никогда в жизни не было у меня электронной книги. Я вообще не представляю, что это такое. Как это, с чем это едят. Вот в таком печальном состоянии. Здесь трещина в платье. Прям кто-то дал по ней хорошенько. Что можно снять? Разъем 10-пиновый мини. Не знаю, на кой хер 10-пиновый разъем мы вообще придумали сюда. Не только сюда. Много куда ставят. 10-пиновый мини разъем. Это вот для чего? Там всего 5 пинов. Для чего здесь 10, я не представляю. Здесь, смотрите, что-то распаивалось. Возможно жесткий диск. Возможно Wi-Fi. Но это не точно. Что-то было. Ну и состояние у нее, конечно, печальное. Электронная книга. Механическая клавиатура. Механическая клавиатура. Кверти полностью. Вся. Ой, блин. Ну, жалко. Такая разбитая. Оставлять, конечно, бы ее так и не стал. Но хотелось бы просто посмотреть на то, что это такое. Вообще пощупать руками своими. Включить там, полазить. Никогда не лазил в жизни. Прям в электронных книгах. Просто чисто интересно, что это такое. Ну, все это налево. Ребята, вот такой вот был обзорчик покупок с полигона ТБО. Есть небольшая кучка рабочих. Есть небольшая кучка шлака. Ну, от этого никуда не денешься. Вам спасибо за просмотр. Естественно, кому было интересно, ставьте вот такие вот огромные лайки. Вот такие вот огромные лайки. Где там вот такие? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Руслан. И до новых встреч. Надолго. Не прощаемся.